Здравствуйте! Меня зовут Сергей Стариков. Вы смотрите обзор происшествий за минувшую неделю. Региональный следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении теперь уже бывшего заместителя прокурора советского района города Тулы Григория Морского. Он обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия, занимая указанную выше должность, обвиняемый достоверно знал об оперативных мероприятиях полиции по выявлению и пресечению фактов незаконной организации и проведения азартных игр на территории советского района. Один из его знакомых был организатором незаконного игорного бизнеса в городе Тулы. И в феврале 2014 года Морской отправил этому знакомому смс, в который предупредил его о том, что скоро к нему наглянут оперативники. Получив сообщение от своего знакомого, бывшего заместителя прокурора советского района, о том, что сотрудниками правоохранительных органов будут проведены оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление фактов проведения организации незаконного игорного бизнеса, организаторам и членами преступной группы были предприняты меры, направленные на сокрытие следов преступлений. Когда сотрудниками правоохранительных органов были проведены оперативно-розыскные мероприятия в данном игровом клубе, ими было обнаружено 14 игровых автоматов, но на них отсутствовали игровые платы, что в дальнейшем не позволило установить факт организации проведения азартных игр в данном клубе, расположенном на улице демонстрации города Тулы. По уголовному делу собрано достаточное доказательство, в связи с чем уголовное дело направлено в Советский районный суд города Тулы для рассмотрения его существования. Вечером 24 марта на улице набережной в поселке Касая-гора столкнулись микроавтобусы «Пежо», следующие по маршруту номер 34, и «Века», следующие по маршруту номер 117К. Всего в двух маршрутах находились 35 человек. Несколько из них пришлось доставить в больницу. 17.55. В поселке Касая-гора на улице набережная мужчина 1975 года рождения, управляя автобусом «Ивека», не выбрал безопасную дистанцию до движущей впереди автобуса «Пежо» под управлением мужчины 1976 года рождения и совершил с ним столкновение. В результате ДТП пострадали три пассажира автобуса «Ивека», две женщины и несовершеннолетний подросток 16 лет. Все пострадавшие после оказания медицинской помощи были отпущены. Похоже, что суд в отношении бывшего директора МУП спецавтохозяйства и экс-мэра города Тулы Александра Прокопука, а также его заместителя Александра Жильцова, близок к развязке. 24 марта было закончено исследование предоставленных стороной защиты доказательств, и судебное следствие объявили «закончено». Сейчас стороны готовятся к судебным премиям, которые назначены на 30 марта. Посмею предположить, что уже в апреле мы можем услышать приговор. Александр Прокопук и Александр Жильцов по-прежнему не признают своей вины. Напомню, если вы стали очистцем происшествия, не можете найти справедливости или хотите рассказать свою версию о каком-либо происшествии, звоните по телефону, который вы видите на своем экране. На этом все. Берегите себя и своих близких. До встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова